Девушки отдыхают Девушки отдыхают Насколько изменится Та помощь, которую будут получать люди Ну, по сути дела С 1 февраля этого года Мы уже, Луганская городская Многопрофильная больница номер 8 Работает уже в новом качестве, в новом формате У нас открылось Три новых отделения Это отделение гериатрической помощи Отделение сестринского ухода И отделение реабилитации Неврологических больных Отделение гериатрической помощи Существовало в городе Луганске До войны По сути дела Это отделение рассчитано на 30 коек Для оказания круглосуточной Стационарной медицинской помощи Жителям гериатрического возраста Это старше 60 лет Города Луганска Это отделение оказывает квалифицированную Диагностическую и лечебную помощь При следующих заболеваниях внутренних органов Это заболевания желудочно-кишечного тракта Не требующие на момент поступления Хирургической коррекции Хронические воспалительные заболевания Органов дыхания неинфекционного характера Заболевания сердечно-сосудистой системы Мочевыделительной системы Заболевания суставов По сути дела Это терапевтическое отделение Которое ориентировано на оказание помощи Пациентам пожилого возраста Которым будет осуществляться Не только лечебная помощь Но и диагностическая помощь Консультативная помощь Необходимость в специализированном отделении Которое оказывает помощь пожилым пациентам Назрела уже давно Именно второй этап оптимизации Предполагал открытие этого отделения Для таких пациентов Собственно что и произошло С 1 февраля этого года То есть это когда предложение Фактически подстраивается под спрос Оно даже немножко опережает спрос То есть мы его планировали открыть давно Вот у нас появилась возможность На базе городской больницы номер 8 Открыть это отделение Отделение прошло По сути дела Очень хороший текущий ремонт Палаты отремонтированы Оборудование есть Для оказания медицинской помощи Мы пригласили на работу Очень квалифицированного врача Заведующего отделением Которое ранее работало Заведующим В отделении гериатрии Которое функционировало до войны Поэтому мы оказываем Действительно квалифицированную Медицинскую помощь пожилым пациентам Этого возраста Так это гериатрическая отделение Это гериатрия Да И у нас открылись два Абсолютно новых отделения Которые ранее В городе Луганске Ни до войны Ни после войны Не существовали Это собственно говоря Передовой опыт Российской Федерации И эти отделения Оказывают специализированную помощь Определенным контингенту лиц Первое отделение Которое мы открыли Впервые в городе Луганске Это отделение сестринского ухода Отделение сестринского ухода Это один из видов Паллиативной помощи Для пациентов Которые оказались В сложных жизненных ситуациях Оно функционирует На 40 коек Для оказания Круглосуточной Стационарной Медицинской помощи Опять-таки Жителям города Луганск Основными Медицинскими показаниями Для оказания Паллиативной Медицинской помощи Взрослым в отделении Сестринского ухода Являются Неизлечимые Прогрессирующие Заболевания В том числе Онкологические Требующие Проведения Круглосуточного Поддерживающего лечения и сестринского ухода при отсутствии медицинских показаний для лечения в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым или хосписах для взрослых. Последствия травм и острых нарушений мозгового кровообращения, требующие круглосуточного сестринского ухода, и иные заболевания, сопровождающиеся ограничениями жизнедеятельности и мобильности различной степени и требующие проведения круглосуточного поддерживающего лечения. Отделения осуществляют следующие функции. Это проведение круглосуточного поддерживающего лечения, составление индивидуального плана ухода каждого пациента, обучение его, его законного представителя, родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиями по уходу, непосредственно уход за пациентами, сестринский уход, динамическое наблюдение за состоянием пациентов и контроль за летальными функциями, выполнение профилактических, диагностических, лечебных, медицинских вмешательств по назначению врача, организация консультации пациентов врачом-специалистом по профилю основного заболевания либо другими специалистами, проведение санитарно-гигиенических мероприятий. Одним из функций отделения сестринского ухода является взаимодействие с организациями социального обслуживания, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющие свою деятельность в сфере здравоохранения. Направление пациента в отделение сестринского ухода осуществляется лечащим врачом, заведующим отделением, заместителем главного врача, учреждений здравоохранения, в которых проводятся наблюдения и лечения пациентов по месту жительства. То есть любой терапевт участковый может выдать такое направление? По сути дела, да. Непосредственно отбор пациентов идет на уровне участкового терапевта, врачей-стационаров, учреждений здравоохранения города Луганска. Потом на этом этапе проводится согласование с заместителем главного врача 8-й городской больницы и принимается решение о госпитализации пациента. Существуют противопоказания для направления пациента в отделение сестринского ухода. Это активная форма туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психические расстройства с активной психотической симптоматикой, суицидальные попытки, онкологические заболевания, требующие проведения специфического лечения. Это все-таки такая узкоспециальная помощь. По сути дела, основной функцией отделения сестринского ухода является разработка индивидуального плана ухода каждого пациента в домашних условиях. Средние сроки лечения в отделении составляют 21 день. За это время в отделении проводятся мероприятия, которые максимально адаптируют пациента к нахождению в домашних условиях, где четко определяется его режим, приемы пищи, лекарственных препаратов, санитарно-гигиенические навыки. То есть, таким образом составляется режим дня пациента, чтобы максимально улучшить качество его жизни. Ну, соответственно, по возможности продлить его долголетие. Правильно ли я понимаю, что при продолжительности нахождения до 21 дня или 21 день получается такой пансионат, но в центре города между больницей узкоспециальной и фактически домом? Не совсем. Не совсем это пансионат, потому что все-таки это пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями. Но эти заболевания находятся вне стадии обострения. В этот период они принимают поддерживающую терапию и не нуждаются в круглосуточном врачебном наблюдении. В большей степени они нуждаются в сестринском уходе. Пансионат не обеспечивает сестринский уход, он в большей степени ориентирован на здоровый отдых, чем на лечение. Здесь это не врачебное наблюдение, это все-таки сестринское наблюдение, но это медицинская помощь. Так, а еще какое отделение появилось, которого не было раньше, третье? И третье отделение – это отделение реабилитации неврологических больных. Необходимость открытия такого отделения вообще реабилитации неврологических больных назрела уже очень давно. В Российской Федерации это является, в общем-то, тенденцией номер один, потому что это позволяет предотвратить выход на инвалидность, на первичную инвалидность пациентов трудоспособного возраста. Поэтому для того, чтобы оказывать помощь пациентам трудоспособного возраста, перенесшим церебровоскулярную патологию, у нас открывается отделение на 30 коек, которое называется реабилитация неврологических больных. Реабилитационная медицинская помощь в этом отделении оказывается взрослым пациентам церебровоскулярной патологии, имеющих реабилитационный потенциал, устойчивое вертикальное положение, в том числе с использованием технических средств, ну это трость, ходунки и так далее, которые не имеют противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации. Показания к госпитализации являются ранние и поздние восстановительные периоды острого нарушения мозгового кровообращения, последствия инфаркта головного мозга, субарахноидального кровоизлияния, внутричерепного кровоизлияния, последствия недифференцированного инсульта, ранние и поздние восстановительные периоды спинальных инсультов, а также последствия спинальных инсультов и состояние послеоперативного лечения внутримозговых гематом. Целью отделения реабилитации является проведение реабилитационных мероприятий, позволяющих предотвратить осложнение раннего восстановительного периода и способствующих более полному и быстрому восстановлению нарушенных функций. Разработка и реализация индивидуальной программы медицинской реабилитации, которая предполагает комплексный лечебно-диагностический процесс с применением лекарственной терапии, немедикаментозной терапии, психологических воздействий, педагогических методов социальных вмешательств, адаптирующих функциональные возможности пациента к окружающей среде. Основными функциями являются оказание реабилитационной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках восстановительного периода с круглосуточным режимом пребывания, куда больной переводится после окончания острого периода, который в среднем длится около 30 дней после лечения в специализированном неврологическом отделении. Эти пациенты имеют реабилитационный потенциал, не имеют противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации, имеют устойчивое вертикальное положение, в том числе с использованием технических средств. Одной целью отделения является выполнение реабилитационной программы, которая включает в себя медикаментозную терапию, лечебное питание, кинезиотерапию, физиотерапию, психотерапию, логопедическую помощь, физическую реабилитацию, аппаратные методики лечения, ну соответственно и врачебный контроль. То есть главная задача отделения это максимальное предотвращение выхода пациента на группу инвалидности, возвращение его к трудовой деятельности. Поэтому в первую очередь будут госпитализоваться пациенты трудоспособного возраста, у которых есть реабилитационный потенциал. Вот, Олег Юрьевич, почему то, что Вы сказали, почему это важно и для столицы республики, и для тех людей, которые теперь будут получать эту помощь, которую раньше получать здесь не могли? Ну, это всегда было важно. К сожалению, ни для кого не секрет, что заболевания молодеют, в том числе такие заболевания, которые проводят к ранней инвалидности, как инсульты, инфаркты, в частности, мы сейчас говорим о цереброваскулярной патологии, то есть об инсультах. К сожалению, очень много пациентов трудоспособного возраста сталкиваются с этой проблемой. Она во многом обеспечена, ну, это болезнь цивилизации, во многом она связана с напряженным ритмом работы, также с холодным отношением, прохладным отношением пациента к своему здоровью. То есть редко кто проводит контроль давления артериального, редко кто вовремя проходит профосмотры, ну, и рано или поздно сталкиваются с этой серьезной проблемой. И, к сожалению, эти пациенты до сегодняшнего дня в основном получали медикаментозную терапию и лечение во время острого периода. В дальнейшем они выписывались по месту жительства в стационары или на дом, где, по сути дела, они были лишены квалифицированной реабилитационной медицинской помощи. То есть все это было отдано на откуп, ну, в общем-то, им, самим пациентам. И, к сожалению, это не приводило в большинстве случаев к положительным результатам. Многие из них также и оставались на группе инвалидности, продолжали болеть. Наша задача – свести эту группу к минимуму. К сожалению, отделение организовано пока только на 30 коек. Оно все проблем всех пациентов, которые столкнулись с этой патологией, на данный момент не решит. Но это начало, это первый шаг. Почему именно восьмая больница была выбрана? Ну, так получилось, что у нас в результате второй волны оптимизации освобождались площади на территории восьмой городской больницы. И эти площади достаточно приспособлены к организации именно такого отделения. Это отделение реабилитации неургийских больных предполагает массу методик, которые связаны с физической активностью, с кинезиотерапией. То есть для того, чтобы мы могли полноценно проводить реабилитацию таких пациентов, нам нужен как минимум зал ЛФК, нам нужен зал тренажерный, в котором будут стоять специальные тренажеры, которые позволят разрабатывать определенные трудовые навыки. К счастью, эти площади у нас есть. Мы сейчас проводим, насыщаем их всевозможными оборудованием для того, чтобы включать именно эти методики в реабилитацию пациентов. Что с травмпунктом? Все хорошо, все замечательно. Травмпункт как функционировал на территории восьмой городской больницы, так он продолжает функционировать. И вход там же? И вход там же, все там же. Улица Новопромышленная, 2А. Он по-прежнему оказывает помощь пациентам, которые получили травму опорно-двигательного аппарата Ленинского, Артемовского и Каменобродского района. А также обслуживает укушенных пациентов Ленинского и Артемовского района. Что со штатом больницы? Знаете, к сожалению, да. Мы не являемся исключением. У нас тоже есть проблемы кадровые. Но мы тоже на месте не сидим. Мы активно предпринимаем шаги для того, чтобы повлиять максимально на решение этой проблемы. В частности, если речь идет об отделении сестринского ухода на базе восьмой городской больницы, планируется, да не то, что планируется, уже существуют учебные комнаты для учащихся медицинского колледжа, которые будут непосредственно проходить теоретически, самое главное, практические занятия и обучаться сестринскому уходу за пациентами. То есть сейчас они арендуют у нас уже несколько комнат и активно будут участвовать в процессе ухода за пациентами непосредственно в отделении сестринского ухода. Что касается отделения реабилитации, мы здесь тоже не сидим на месте, не стоим на месте. Мы сейчас ведем активные переговоры с университетом имени Шевченко, где существует кафедра реабилитации, физической реабилитации. И мы планируем с ними заключить договор для того, чтобы их студенты проходили непосредственно практику на базе отделения реабилитации неврологических пациентов, участвовали в процессе лечения этих пациентов, ну и, соответственно, проходили обучение. То есть это будет тоже определенной базой для обучения этих специалистов, соответственно, это будет активной помощью для сотрудников отделения в оказании реабилитационной помощи пациентам, находящихся непосредственно в отделении. Ну и последний вопрос. Почему то, о чем мы говорили, не должно вызывать каких-то негативных настроений у пациентов, у тех, кто привык получать медицинскую помощь в 8-й городской многопрофильной больнице города Луганска? То есть не сложатся ли ситуации, что те же взрослые люди трудоспособного возраста или бабушки, или дедушки, которые думали, что раньше они могли прийти с такой-то болезнью, им там помогут, чтобы они не думали, что теперь им откажут? Наоборот, мы этих пациентов приглашаем сейчас к нам, пусть они приходят, пусть они получают ту помощь, которой они нуждаются. Плюс к этому учреждения города Луганска расширили помощь медицинскую, в частности, вот, по сути дела, три отделения, это гериатрическая, сестринский уход и отделение реабилитации той помощи, которая ранее жителям города Луганска не оказывалась, либо оказывалась в неспециализированных отделениях, в частности, для пожилых людей они получали такую помощь в отделениях терапии, но все-таки пожилой возраст, он предполагает немножко другие подходы и к диагностике, и к лечению. Поэтому сейчас, наоборот, мы расширяем нашу помощь. Поэтому бояться того, что мы расширяем, я не знаю, нет никакого смысла. Я благодарю вас за информацию, желаю успехов в дальнейшей работе. Напомню, мы беседовали с временно исполняющим обязанности главного врача Луганской городской многопрофильной больницы номер 8 Олегом Баскобойниковым. Приходите к нам еще, а вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте. Спасибо. Всего хорошего. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы.